Условия жизни ветеранов проверят во всех регионах России. Соответствующее заявление сделали в Министерстве строительства и ЖКХ. За три месяца до празднования юбилея Победы инспекторы жилищного надзора посетят дома всех ветеранов, чтобы убедиться, что условия их жизни достаточно комфортные. Между тем, в заводском районе Саратова уже пять лет два участника войны пытаются добиться справедливости. Их дом разрушается буквально на глазах. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Весь дом потрескался и с улицы, и здесь. У нас все потрескалось. Каждый год замазываю, каждый год замазываю. И толку. Даже змей были. В эту трещину в доме Марии Запорожцевой уже не просто дует ветер, но и вся местная живность парализала. Пенсионерка вспоминает, сначала они были небольшими, потом разрослись настолько, что стали едва ли не с руку. Пришлось запасаться стройматериалами и срочно заделывать. Сама вот на стол залазю и вот с дедом вместе замазываю. Замазываю. И всякий хороший, и цемент хороший, и еще какой-то раствор привозили нам. Ну, без толку. Вот опять все шло на смарку. И я не знаю, чем дальше делать. Не знаем, чем. Прям уже боимся. Каждую ночь стукает и стукает. Каждую ночь падает. Там над кроватью прям мне на голову упал камень. Участники Великой Отечественной Мария и Иван Запорожцевы заслужили спокойно прожить старость, не боясь, что потолок рухнет им на голову. Он участник боевых действий, а на тыловик. Уже несколько лет они обивают пороги чиновничьих кабинетов. Есть даже постановление суда, где черным по белому написано, расселить ветеранов, да и всех жителей дома, должны не позднее 2013 года. Но уже 15-й, а их вновь кормят обещаниями. Говорят, ждать еще два года. Ходили мы, ходили, писали нам эти заявления, отпишутся и все. Через два-три месяца идем обратно. Опять одно и то же. Пишут и пишут, а толку никакого нет. Обещают с 2010 года, все обещают. Уж до 2017 будем теперь ждать, но он задавит нас. Дом. Жилищные инспекции знают, дом аварийный и должен быть и расстелен за этот год. Но для ветерана сделают исключение. Учитывая, что у нас приближаются знаменательные даты, это 70-летие Победы, учитывая, что в этом доме проживают участники Великой Отечественной войны, мы совместно с Министерством строительства ЖКХ в рамках поручения главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации ЧИБИСа. Обязательно в течение завтра, послезавтра, в течение двух дней, обязательно на этот дом выйдем, посмотрим условия проживания. Квартиру для ветерана найдут быстрее, говорят чиновники. Ждать до 2017 года не придется. Сами запорожцевы хоть и надеются на лучшее, но их вера в справедливость дают такие же трещины, как и их дом. На кладбище, наверное, быстрее дадут квартиру.